Меня хотели уничтожить. После этого я, когда вернулась домой, получила угрожающую записку, что если я буду рассказывать о том, что там происходило, у меня будут проблемы. И после этого я начала слышать голоса как будто во дворе, как будто у меня в транспорте соседи, еще что-то. Я думала, может быть, ручки, видеокамеры. Я думала, как можно видеть и обсуждать то, что я думаю, то, что происходит у меня. Я одна жила. И меня мучили тем, что они постоянно меня обсуждали, мои мысли. И что я делаю, как я живу, и я не могла никак понять, как это может происходить, что какие-то люди вдруг могут думать о том, что происходит у меня, в моей жизни, у моей личности, у моих мыслей. И это стало происходить каждый божий день. Мучили вот этими обсуждениями постоянно. Я не могла уже ни на работу ходить, ни с чего делать. Мне было страшно выходить из квартиры, из подъезда. И это уже три года месяца. Прошло до того, что я уже начинала спиваться. Не то, что спать не дают. Тебя мучают, насилуют, издеваются над тобой, прикалываются. Еще и ржут над этим над всем. Как и как вообще. Ну, вот вы же живые люди. И вот я напивалась. Напивалась и засыпала. Обслуживали банкеты. И на работе у меня, они, допустим, появлялись молодые люди. И они такие, мимо меня проходя, чтобы меня слышала. Все, блин, занимается. В спальном мешке спит. Я купила еще фото чакр. Я пыталась к духовному росту идти, несмотря ни на что. И они, они надо мной все время, ну, как, и вот они мимо проходя. И я понимала, что вот они рядом и просто надо мной издеваются, говоря вот эти фразы. И они подлавливали меня в такие моменты, когда я находилась одна, ну, никого не было рядом. И... Я просто упала, я даже не смогла до дома дойти. Что они еще делают с нами? Потому что люди, прохожие, скорую вызывали, они потому что видят человека в крови. Потому что ты не идти, не говорить, ничего не можешь. Ты только держишь голову, чтобы она не взорвалась. Потому что такая трясучка. Такое облучение шло. И они, вот, идешь, подлавливают тебя, когда ты, когда ты идешь там куда-то, чувствуешь, идет по ногам волна. И уже, и как горячая какая-то вот такая вот энергия. И ты понимаешь, что идти уже дальше не можешь. Просто я пыталась убегать. Все крови, она живет на первом этаже. Разрещала всякие вот удачи на первом этаже. И сейчас мы ее будем получать. И я не знаю, каждый планчик, каждый вот это все. Чтобы я почувствовала, насколько это вот... Ну, чувствительно все то, что они делают. Дистанционно. Как будто к тебе живой человек прикасается. И... И... Три раза довели меня до оргазма. А теперь... Я не с этим постановок. Я уже... Я понимаю, что уже просто... Я не могу вот это все терпеть. Я говорю, что очень много. И они... И сейчас мы не будем убивать всю свою семью. Не трогайте. У меня и ребенок. Сукровый. И вообще здесь ни при чем. Только их не трогайте. Я сейчас выйду к вам на улице. Делайте свое, что хотите. Не трогайте моих близких. А она понимает, что я лежу. С кем я разговариваю. Что происходит. Говорят, что тебя надо боять. Я понимаю, что я опять... Я не могу, что я не могу, что я убежать. Я не стараюсь убежать. Ну, как-то перемещаться. Потому что они идут сзади. И... И... Куда ты решила от нас убежать? Думаешь, ты от нас убежишь? Куда ты не убежишь? Мы всегда рядом. Я убегаю. Я собираю менять себя хорошо. Вызвать какую-нибудь подмогу, помощь. Я не могу, чтобы вы не сюда. Пожалуйста, вот они сзади идут. Вот эти подмоги, которые вот так задеваются. Чтобы как-то себя защитить. В итоге... Вот это все обсуждают. Смотрят. Как там у меня обследование. Обследование. Там сердцебиение. Давление. Вот это вот... Я говорю, положите меня куда-нибудь. Я уже не могу. Видите. Вы переходите там в палату. Которая... Ну, нормальная вода. Так страшно. Просто когда тебя обнимают, думаешь, что все уже. У тебя ни сердце не выдержит, ни голова твоя не выдержит. Ничего не выдержит. И у тебя сердце тоже. С сердцем, эндокринной системой. И я понимаю, что реальность не выдержит. У нее тоже это на обучение. У нее это влияет. И у нее правдовается здоровье. И уголками. Это ты. И ты жить не будешь. Поменяй нам приборы. Я работаю, банкетно услуживаю. И я понимаю, что они... Вот так было. Подобные приходили. Разными голосами кричат. Мы тебя убьем. Мы тебя на куски порежем, раскидаем. Твой ребенок до дома не дойдет. Да еще там мы там всех твоих родственников будем убивать помощи. И с мужчиной, с мамой, с бабой, с бабушкой. Вот так вот. И я своим близким не могла об этом рассказывать. Потому что не хотела их травмировать. Когда я чувствовала, что меня убивают, я звонила маме. У нас у меня забивает меня. Так за что? За что? За что?